очень тяжелая победа но наверное тяжело больше в таком психологическом плане потому что серия неудач поражение наверно давила и на меня наверно тоже и на ребят потому что очень тяжело было психологически ну наверно сейчас на данном этапе на на победа наверно важнее чем качество игры да поэтому я всех поздравляю с победой все ребят молодцы вопросы игорь анатольевич поздравляю с тем что у вас теперь не его главный тренер просто главный тренер наконец-то скажите пожалуйста ну очевидно что сегодня была важна победа и слава богу что мы добились следу стало известно официально что павел могилевский висел тренерский штаб или с ними расторгали контракт сколько сейчас человек как проходили как проходила подготовка если тренерский штаб и если планируете кто присоединиться но естественно планирую но узнаете позже работа проходил ну я был один и с ротора 2 мы взяли тренера по вратарям мешкевича тогда поэтому три тренировки там фактически один там проводил один день вообще один был то есть и портали сами занимались поэтому опять же повторюсь там за три дня что-то там кардинально поменять ну наверное было нереально а в какой срок обещают подогнать вам команды но в понедельник уже будет поэтому все узнать еще вопрос где вы видели такую чтобы чтобы давали главному тренеру гарантию какую-то если будем побеждать буду работать главным нет ну наверное нет это странный вопрос задаете ну наверное не хотелось бы мне честно говоря ну говорит там изъяны не изъяны не изъяны ну в общем но наверное хотелось бы особенно там домашних матчах наверно больше агрессии до больше там заказать скоростных атак там давление поэтому понятно что у нас болельщик избавлен до большим футболом тогда бывшим ротором там 90-х годов до поэтому ему трудно угодить но будем стараться хотим да не уже травмы получила в чайке и здесь мы с ним разговаривали сколько выдержать ну там 30 минут я смогу выдержать ну молодец ну понятно что уста установка из через центры через фланги но мы хотели немножко вариантов добавить до варять вариативности потому что вы правильно говорить и много там и писали там и болельщики на форумах что там мы все время играем через фланги через фланги соперник наверное к этому привыкать поэтому за там за эти там три дня пытались там что-то другие варианты сделать поэтому не знаю получилось не получилось не трудно сейчас судить потому что ну раз выиграли знаешь какие моментами но эпизодами я скажу честно но было неплохо там да и атаки и взаимодействия понятно что до идеала ну наверное его и добиться тяжело но опять же повторюсь что наверное сегодня на сегодняшний этап на сегодняшний день на 2-3 очка то наверное головенствующие сегодня но я не сказал подарите я не то сказал давайте не будем вырывать атакующего но как бы рационального возможно но если мы там будем вести там 1-0 но мы же не побежим всей команды там забивать я еще раз продолжу но мы хотим мы хотим это сделать мы хотим получится у нас но не получится я не знаю но мы их будем стараться по крайней мере но если вы смотрите европейский чемпионат там сильно в одного нападающего если у нас номинально один нападающий там играл мулин да это не значит что мы одни мулиным там только атакуем да то есть у нас группа атаки есть там первая линия и оленик там подключался там писегов поэтому это некое такое заблуждение если ты играешь в одного нападающего значит играешь от обороны но это не так понятно еще раз повторюсь груз ответственности давлел там до результат давлел где-то когда 2 особенно гол забили но где-то наверно искусственно да там стали отходить назад ну а почему нет почему нет главный главный результат сегодня при атаках андун пескнов много подключался именно к центру это ситуативно получалось или такая остановка была власть и там слага кто-то забивал там да или там в первом тайме горбунов во втором тайме султанов то смысл туда бежать потому что там зона забита естественно он там по инсайду зону центральной зоне он пытался подключаться но это мы пытались там что-то до наиграть там как как смогли вот так получилось сегодня